МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей БукТВ. Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста подготовлены корреспондентами нашего канала. В студии Виталий Матюшин. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. Побратимские связи как толчок к дальнейшему развитию белорусско-болгарских отношений. В областном центре с рабочим визитом находилась делегация Пловдивской области Болгарии. Семья как общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества. В Бресте празднуют Международный день семьи. О семейном капитале, о замещающей семье и о семьях, в которых есть семь я. Специальный репортаж наших корреспондентов. Капля никотина убивает лошадь. Миф или реальность? В регионе стартовала акция «Брещено без табака». Бросив курить, вы убережете от печальных последствий жизнь и здоровье как минимум одного человека – себя. Об этом и не только в программе «Итоги недели» прямо сейчас. Побратимские связи как толчок к дальнейшему развитию белорусско-болгарских отношений. В областном центре с рабочим визитом находилась делегация Пловдивской области Болгарии. Уже на протяжении многих лет экономические и культурные связи между Брещеной и регионами Болгарии развиваются, приобретая постоянный характер. Такие белорусские города, как Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин, Пружаны имеют болгарских побратимов, что позволяет оперативнее и активнее решать многие вопросы, в том числе и экономические. Товарооборот Брестского региона и Болгарии в 2020-м составил более 9 миллионов долларов. Серьезный результат с учетом того, что прошлый год был не лучшим для мировой экономики. А потому главной темой на встречах руководства и области, и города Бреста с представителями болгарской стороны стала тема сотрудничества через побратимский потенциал. Как реальный пример создания белорусского торгового дома в Болгарии. Мы побывали на двух встречах и выслушали мнение двух сторон. Встреча делегации Пловдивской области Республики Болгария с представителями Брестского облсполкома проходила в дружественной, но при этом достаточно деловой форме. Главной темой разговора стал поиск возможных вариантов использования побратимского потенциала. Товарооборот Брестского региона и Болгарии в 2020-м году составил более 9 миллионов долларов. Основа уже есть, а значит, от налаженных научно-культурных и социальных сфер можно приходить к развитию сотрудничества на примере конкретных субъектов хозяйствования. Нас объединяет много общего, наши экономики похожи, с Болгарией и Брестской области представлены теми же отраслями, в принципе, что у нас. Это и переработка сельхозпродукции, это есть автомобилестроение, это и химия, это текстиль, значит, шлейные производства. Такие встречи, они позволяют гораздо проще найти общий язык, сразу же обсудить и уже определиться с какими-то направлениями сотрудничества. Представители болгарской делегации высказали заинтересованность в более активном продвижении брестских товаров в своих городах, прежде всего молочной и мясной продукции. Продукция брестских флагманов, таких как «Савушкин продукт», «Белалка», «Берестейский пекарь» узнаваема в Болгарии. Её оценили жители. Увеличить экспорт – задача номер один. Возможности есть, есть законодательно определенные документы. Надо работать. А потому предложенная идея создания белорусского торгового дома в Болгарии нашла отклик у обеих сторон. В этом заинтересована и одна, и другая сторона. Наша задача сегодня и участников сегодняшней встречи – это максимально с точки зрения администрирования обеспечить возможность бизнеса для совместных встреч, обсуждения вопросов совместной дальнейшей деятельности. Насколько качественно мы это сделаем, настолько это скажется и на товарообороте, и на инвестициях, и на всех остальных процессах, которые в процессе сотрудничества, я думаю, будут происходить. Разрешите поблагодарить руководство Брестского областного исполнительного комитета, поскольку все ставленные нами вопросы, они восприняли очень позитивно. Они принципиально выразили готовность поддержать эти обсуждаемые вопросы. И дай Бог, что в ближайшее время наполним их содержанием, как говорится. В рамках визита был подписан договор об установлении побратимских отношений и сотрудничестве со Столинским и Жабенковским районами Брестской области. Свои города побратимы имеет и Брест. С 1997 года с городом Плевин. В 2019 подписана декларация о намерении с городом Летница, общиной Черпан и ОПАН. Поэтому встреча в Брестском горосполкоме была обоснована. Говорить было о чем? Прежде всего о планах, поскольку из-за пандемии подводить итоги совместной плодотворной работы пока не приходится. В 2005 год был пандемии и ничего не успели сделать. Мы думали проведет экономический форум территории моего муниципального, но все пропало, так как и все другое. Сейчас снова обсуждать, какие мероприятия будут и в этот год, и в следующем. И надеюсь, что все будет позатворно. Да, пандемия помешала реализации многих планов, но нужно двигаться дальше и строить новые взаимоотношения. Предложенная инициатива открытия в Болгарии Белорусского торгового дома нашла принципиальное одобрение и поддержку и у руководства горосполкома. Те мероприятия, которые провели мы в 2019 году, в том числе с болгарской стороной, позволили нам уже в 2020 году практически удвоить экспорт товаров. То есть, соответственно, идет реальная экономика, мы имеем положительное сальдо. И даже по итогам первого квартала, вот этого 2021 года, я хочу сказать, мы превзойдем уже уровень еще и 2020 года. Поэтому создание торгового дома по реализации, скорее всего, не только брестских товаров, а в целом белорусских товаров, в формате сегодняшнего предложенном, будет иметь реальную экономику, реальную основу со стороны союза предпринимателей, со стороны торгово-промышленной палаты и, естественно, со стороны болгарской. Поэтому мой прогноз благоприятный. Эти встречи дают реальную загрузку нашим предприятиям. Кроме того, на встрече обратили внимание на очевидность взаимовыгодного сотрудничества свободной экономической зоны Брест с партнерами с болгарской стороны. Давайте будем объективными, что условия хозяйствования у нас и у них разные. Совершенно разные правоотношения органов власти с субъектами хозяйствования, совершенно разные системы планирования экономического развития. Вместе с тем, на уровне субъектов хозяйствования непосредственно, вот эти коммутации, они дают результат. Поэтому думаю, что здесь форма взаимодействия нашей свободной экономической зоны Брест и их зоны, которая имеет немножко другой правовой статус, оно даст какой-то результат. Какой? Ну, время покажет. Планы достаточно амбициозные. Самое главное, все эти предварительные договоренности наполнятся реальным содержанием, и тогда результат не заставит себя ждать. Вы смотрите программу «Итоги недели. Говорим о важном». Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья – это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Поэтому ярко и насыщенно в Беларуси 15 мая отмечается Международный день семьи. Корреспонденты нашего канала всю неделю готовили сюжеты, посвященные этой теме. Сегодня пришло время подытожить. О семье как об обществе в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества, наш следующий сюжет. Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам. И многие на вопрос, что такое семья, отвечают – это люди, которым ты нужен. В радости и горе, в мелочах или целом, они приходят в нужную минуту и остаются с тобой, несмотря ни на что. Так думают, так живут собравшиеся сегодня в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района на семейном празднике участники клуба «Фэмили Сити». В жизни семья занимает вообще это самое главное место. И когда семья большая, это очень здорово. Так как у меня четверо деток, мы все очень дружные, все друг другу помогают, всегда участвуют в разных мероприятиях города, и нам всегда весело. Раньше мы этот праздник не отмечали. Правда сказать, мы его вообще не знали, что такой праздник есть. И только благодаря территориальному центру мы узнали, что такой день есть, такой праздник существует, и будем сейчас его отмечать. Для нас организовали такое замечательное мероприятие. Очень весело, очень интересно всей семьей попробовать поучаствовать. Сегодня прекрасный праздник, День семьи. У нас большая семья, у нас трое деток. И вот мы решили сегодня поучаствовать в этой шикарной игре, в этом мероприятии, за что очень благодарны, что нас сюда пригласили. Потому что семья – это самое дорогое, что у нас есть, и я думаю, что это сплотит нас еще больше. И таких счастливых и многодетных семей в областном центре немало. История супругов Александра и Любови Матюховых началась прозаично. Познакомились будущие супруги на работе, но искры сразу не пробежала. Скорее наоборот, они недолюбливали друг друга. Ровно до того момента, когда Любовь не вышла на работу из-за болезни. Люба приболела, и я заметил ее отсутствие на работе. И запереживал, начал узнавать, где она. Она приболела, была в больнице, начал писать, созваниваться, спрашивать. И уже когда мы первый раз уже, так скажем, с доброжелательными намерениями увиделись, ну, понравилось, начали общаться. Именно с этого момента романтическая история наших героев и началась. Теперь это уже большая семья, где растут три замечательные принцессы – Маргарита, Саша и Анечка. Отец делится, что жить в таком цветнике – одно удовольствие. Старшие девочки ладят друг с другом и помогают родителям с младшей дочерью, которой нет еще и двух месяцев. К решению, чтобы был еще один ребеночек, ну, мы пришли ответственно, мы понимали, что это ответственность. Это все-таки, как деток надо поднимать, воспитывать. Мы рассчитывали, чтобы нам хватило сил, финансов. Значит, ну вот и решили, что нам надо еще одна только девочка, что у нас и получилось, замечательная красотка. Вот, родилась девочка, ну, занялись, соответственно, оформлением всей документации. Представилась возможность оформить материнский капитал за рождение третьего ребеночка. Мы решили, что, ну, глупо было бы упускать этот шанс, когда государство дает такую господдержку. Помощь государству – это поддержка достаточно серьезная, потому с 1 января 2020 года президент Беларуси продлил программу семейного капитала еще на 5 лет. Появилась новая схема выплат и новые возможности его использования. Подытожим. Семейный капитал полагается родителям после рождения третьего ребенка. Если вы воспользовались подобной возможностью по программе 2015-2019 года, то действия нового указа на вас распространяться не будет. Право на эту форму господдержки дается один раз. С 2020 года выплаты стали начисляться только в белорусских рублях. Суммы ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. В этом году родители Матюхову получат более 23 тысяч белорусских рублей. В Ленинском районе проживает 1402 многодетные семьи. Есть у нас очень большие семьи. Две семьи, которые имеют 9 детей и 6 семей, которые имеют 8 детей. За период 2015 года к нам обратилось более 1200 семей. Из них 565 семьям назначен был семейный капитал. И уже с 2020 года семьи активно начали пользоваться возможностью распоряжаться досрочно семейным капиталом. И в основном 80% семей, которые обратились, это более 400 семей, они обращаются за погашением кредитов на строительство жилья. Самое главное – обратиться за назначением семейного капитала в течение полугода со дня рождения третьего ребенка. И еще один положительный момент новой редакции программы. Если раньше воспользоваться денежными средствами можно было только по достижению ребенком 18-летия, то с 2020 года это можно сделать досрочно. Досрочное распоряжение средствами семейного капитала – это форма государственной поддержки, которая позволяет многодетным семьям использовать те средства, которые были ранее назначены, на три направления. В настоящее время это улучшение жилищных условий, второе направление – это получение образования любым из членов семьи. И также это медицинские услуги. Самым востребованным, естественно, направлением в настоящее время является улучшение жилищных условий. Семьи досрочно пользуются средствами семейного капитала на погашение задолженности по кредиту, на приобретение вторичного жилья, на постройку частного жилого дома. Но существуют другие формы господдержки семей белорусов. Ведь многие люди старшего поколения остаются без близких и родных в силу разных обстоятельств. Им нужна забота, им нужна поддержка. Филипп Иванович Данилюк, которому недавно исполнилось 76 лет, инвалид первой группы. Ему требуется постоянный уход. Эти обязанности на себя взяла семья Олейник много лет назад. А не так давно добрая инициатива перешла на другой уровень – официальный. Летом этого года, уже будет как два года, вот мы с дедушкой, так сказать, находимся именно в плане замечающей семьи. Хотя до этого мы эти обязанности исполняли, можно так сказать, просто неофициально. Так сложилось, что оказалось, что мы можем и мы подходим на такую роль. Так как дедушка нам, можно так сказать, что он нам не родной. Это брат моей бабушки. Бабушки уже нет с нами пять лет. Но бабушка всегда просила, чтобы мы никуда его, скажем так, не отдавали. Да и мы с самого детства с ним, мы уже так привыкли к нему, что, ну, как-то забота о нем, в принципе, у нас это, ну, как третий ребенок, потому что у меня своих двое. И, как бы, в принципе, ну, член семьи, мы с самого детства с ним. Такая инициатива семьи Олейник называется «Замещающая семья». Новая форма социального обслуживания для нетрудоспособных граждан. Это направление предполагает, что пожилой человек, нуждающийся в постоянной помощи, может обрести семью с теми, кто готов взять на себя заботу о представителе старшего поколения. Это полноценная семья, молодая семья, это муж, жена и двое детей, ну, и их такой родственник Филипп Иванович. Семья процветает, они делают ремонт, они заботятся о Филиппе Ивановиче, он раньше не выходил из дома, в общем, сейчас ему необходимо общаться со своими, получается, внуками приемными. И вот он активно принимает участие, выходит на улицу, значит, играет, присматривает за ними. Мы бы, конечно, хотели обратить внимание зрителей на то, что такая форма жизнеустройства граждан пожилого возраста уже давно существует в нашем государстве. И самое главное, что государство ее поддерживает не только морально, но еще и финансово. Пока в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района областного центра замещающая семья одна. Но нуждающихся в такого рода услугах пожилых людей порядка полутора тысяч. Помочь одиноким людям обрести семью просто. Нужно только собрать некоторые документы для заключения договора на оказание социальных услуг в замещающей семье. Заявление в первую очередь требуется. Для этого копия удостоверения инвалида. И при заключении договора мы требуем такую справочку о состоянии медицинского здоровья, о наличии показаний и противопоказаний, которые необходимы для социального обслуживания в данной семье. Может быть помощником человек от 18 до 65 лет. Он должен проживать на территории Республики Беларусь. И он должен помогать, быть помощником, согласиться в этой семье, брать на себя всю ответственность, обязанности по уходу. И он обязательно должен вести совместное хозяйство. Вот такие требования. Жить вместе, вести общее хозяйство, а главное уберечь от тяжелого одиночества пожилого человека – дело серьезное. Взять на себя такую ответственность сможет не каждый. Насколько много людей нуждаются в семье, благодаря которой они могли бы почувствовать родную заботу и встретить счастливую старость. Ведь как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья. Ее не заменишь ни деньгами, ни карьерой, ни друзьями. Семья – как элемент пазла. Найдешь недостающий кусочек, и картина жизни сложится. Сейчас о других событиях. С 17 мая по 6 июня в Беларуси будет проходить антитабачная информационно-образовательная акция «Беларусь против табака», которая проводится в рамках реализации положений Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, а также государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы. Внимание к этой проблеме обосновано, ведь многие считают курение безобидной привычкой. Однако цифры статистики по смертности и заболеваниям, связанным с ней, говорят об обратном. Ежегодно во всем мире табак убивает 5 миллионов человек. Ежедневно 11 тысяч. Чтобы напомнить об этом жителям региона с 10 по 13 мая, Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводил акцию «Брещено без табака», в рамках которой организована работа прямых телефонных линий по вопросам табакокурения и освобождения от табачной зависимости. Наши корреспонденты подготовили сюжет на данную тему. Рогартани, инфаркт, бесплодие и импотенция. Нужно уметь неплохо абстрагироваться, чтобы не замечать пугающие фотографии на пачках сигарет. Нет такого органа, который не поражался бы табаком. А зависимость от никотина сродни той, что вызывает героин и другие тяжелые наркотики. Между тем, каждый четвертый житель Беларуси старше 16 лет добровольно вкладывает инвестиции в разрушение собственного здоровья. А Министерство по чрезвычайным ситуациям регулярно подводит печальную статистику. Сводки спасателей буквально ежедневно пестрят пожарами, которые происходят из-за неосторожного обращения с огнем при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Уже на территории Брестской области зарегистрировано 77 пожаров по данной причине. Следует сказать, что в 30 случаях огненно-чрезвычайные происшествия произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения граждан. 26 человек погибли из-за пагубной привычки, в 16 случаях они находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно последним данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, более половины мужчин в нашей стране имеют такую вредную привычку, как курение. Основательно пристрастились к курению и представительницы прекрасного пола. Психологическая привычка такая. Не планируете бросать? Такая дилемма, то что, ну тут непонятно. Сколько вообще стаж у вас? Ну лет шесть. А что вам это дает? А кто его знает? Только вот о коварстве данной привычки может судить лишь тот, кто попробовал с ней попрощаться. Я три года не курил, потом брать начал. То есть сложно, да, избавиться от привычки? Плохая компания решает все. Одна из проблем при обращении граждан, это, конечно, скажем так, большое количество мифов, связанное с тем, как это делается. То есть люди не воспринимают зависимость как болезнь, хотя зависимость, именно зависимость, это все-таки болезнь. И воспринимают это как вредную привычку, то есть с соответствующим отношением, что это должно быть что-то очень легкое, простое, должен быть какой-то волшебный секрет, который я как специалист знаю, им расскажу, и это позволит человеку за полчаса бросить курить. Ну, в крайнем случае за одну-две встречи. А зависимость и так не лечится. Поэтому каждый раз приходится спускать, так можно сказать, человека на землю и объяснять ему, что проблему он зарабатывал многие годы. И решаться она будет, ну, как минимум несколько недель. Многие ошибочно полагают, что парогенераторы вейп – отличная альтернатива курению. Однако многолетний опыт специалистов говорит об обратном. Пошла волна молодых людей, которые могли бы не курить, но решили, что если они будут курить не сигареты, а парогенератор, то это будет какая-то такая промежуточный вариант, то есть какая-то такая договоренность самим с собой, что вроде как и не вредно, а вроде как и интересно, компромисс. Но, тем не менее, это так не работает, то есть сначала подросток или просто молодой человек начинает парить, а через какое-то время, когда у него вырабатывается уже зависимость от никотина, потихоньку переходит все-таки на сигареты, забрасываются парогенераторы. И вот сейчас это очень сильно видно, потому что буквально один-два года назад была очень большая мода на вейперство. Мода угасла, а привычки остались. Да, есть у меня много знакомых, которые курят вейп, там никотин, поэтому я думаю, что обычные сигареты от вейпа ничем не отличаются. Кроме никотина в табачном дыму содержатся вещества, провоцирующие развитие рака – бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210, а также мышьяк, свинец, окися мяка и еще около 4000 химических соединений. Если выдохнуть дым через белый платок, на нем останется коричневое пятно – табачный деготь, который осядет на легких. Бросив курить, вы ничего не потеряете, кроме дурной привычки, но сэкономите время и деньги. А главное – убережете от печальных последствий жизнь и здоровье как минимум одному человеку – себе. Я занимаюсь спортом, и по моему мнению, то, что не нужно вообще курить, и надо вести здоровый образ жизни. Отрицательно отношусь к курящим девушкам. Она как бы будет мать моих детей. Ну, я привычка очень. А что, люди, бросайте курить. Людмила Логодич, Андрей Щерба. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Радиоэлектронная борьба – это передовая область вооруженной борьбы и сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства. Процесс перевооружения в этих войсках ведется непрерывно. В течение последних трех лет воинские части радиоэлектронной борьбы получили более 12 современных образцов специальной техники, которые значительно повысили возможности поведению радиоэлектронной борьбы. Накануне на плацу воинской части 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования, дислоцирующейся в Красном дворе областного центра, в торжественной атмосфере под звуки военного оркестра проходила церемония вручения ключей от новых образцов техники радиоэлектронной борьбы и разведки отечественного производства. Наши корреспонденты побывали на торжественном мероприятии и узнали подробнее о возможностях новой техники. Военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования ведут радиоразведку, работают на автоматизированных комплексах радиоэлектронного подавления, выполняют множество других задач. Помогает им в этом непростом деле современная техника. Войска постоянно и регулярно на постоянной основе поступает новая техника. Причем та техника, которую мы сегодня видим здесь на плацу и будут торжественно вручены батальону, по современным меркам имеет запредельные возможности. То есть, говоря о их возможности, нельзя сказать, что она не может. Она может все. То есть практически нет таких систем, которые бы не смогла бы она подавить. Мобильный телефон, телефон радиосвязи какой-нибудь дальний, который может устанавливаться на автомобиле, любые радиосредства не имеют значения. Любые средства связи, передачи данных в диапазоне до 6 ГГц. То есть, это практически все, что может использоваться в настоящее время, в том числе и перспективные виды связи, такие как 5G. Новая техника для такого серьезного батальона, который занимается радиоэлектронной борьбой, – важное событие. В торжественной атмосфере под звуки военного оркестра прошла церемония вручения ключей от новых образцов техники радиоэлектронной борьбы и разведки. Производитель новых образцов техники радиоэлектронной борьбы и разведки «Отечественный». Их собирали специалисты конструкторского бюро «Радар», с которыми батальон плодотворно работает на протяжении уже многих лет. С помощью этой техники возможности экипажа вырастут в разы. А в скором будущем военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы смогут опробовать эту технику в деле. Данные образцы планируется их использованием в июне месяце в ходе совместного специального учения силы и средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Будут принимать активное участие в полевых испытаниях. Будем проводить исследования и испытания, реально заявленные характеристики, опробуем их в реальных условиях местности, в круглосуточном режиме. Оценим эффективность и внесем какие-то предложения по изменению или совершенствованию данных образцов. И учтем в своей подготовке к участию в совместных стратегических учениях «Запад-2021». В составе новых образцов техники радиоэлектронной борьбы и разведки две станции помех, которые предназначены для поиска, обнаружения и плингования источников радиоизлучения и линий связи и их радиоподавления. Даже те, чего еще нету, помню. То есть, чего нету. И опять же, у нас в стране только еще происходит развитие, еще в полной мере. Есть опытная эксплуатация, отдельные особы. Эта станция может работать и продать. А также на вооружение поступил мобильный комплекс радиомониторинга, который позволяет подразделениям технического контроля выполнять задачу по обеспечению электромагнитной совместимости в группировке, определять источники непреднамеренных помех. Современная техника укомплектована новейшей аппаратурой и удобными рабочими местами для личного состава дежурных смен. Данные образцы уже применялись на различных учениях и отлично зарекомендовали себя. Во-первых, она весьма эффективна в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Позволяет уводить с прикрываемых объектов управляемые ракеты, боеприпасы, авиационные средства поражения, установленные на летательных аппаратах. То есть наши объекты, средства радиоэлектронной борьбы смогут прикрыть от ударов. И это действительно большой вклад в общую обороноспособность наших вооруженных сил и их возможности по борьбе со средствами нападения противника. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». В продолжение темы. Какие два самых важных события в жизни солдата срочной службы? Это призыв и демобилизация. Если на первом этапе в комиссариат попадают мальчишки, в большинстве своем растерянные и уж точно не знающие тяготы сложности солдатской жизни, то к моменту окончания службы с ними происходит настоящее преображение. Теперь это истинные мужчины, на которых идеально смотрится военная форма, их выправка безупречна, и теперь они сами могут многому научить. Так случилось, что прощание с боевым знаменем в войсковой части 5526 и весенний призыв новобранцев в военном комиссариате нашего города прошли в один день. На обоих мероприятиях побывали наши корреспонденты Людмила Логодич с подробностями. Важный повод собрал на плацу личный состав и командование войсковой части 5526 города Бреста. Совсем скоро 50 военнослужащих срочной службы покинут казарму согласно приказу об увольнении в запас. Время от момента призыва пролетело незаметно. И хотя были трудности, каждый из них получил ценный опыт, обрел верных товарищей, прошел школу мужества и отваги. Военнослужащие отслужили в части, получили все необходимые навыки и умения, чтобы быть полноценными защитниками своей Родины. И для нас, офицеров, самое радостное то, что они окрепшие, набравшиеся сил, возвращаются к своим родным и близким. И я уверен, что вот эта уверенность и сила духа, которую они укрепили здесь, служа во внутренних войсках, им поможет добиваться успеха в дальнейшей своей взрослой жизни. В этот день для 50 военнослужащих было особенным все – напутственные слова в новую жизнь, которые запомнятся надолго. Почетные награды и благодарности за добросовестное несение службы. А кто-то именно в эти моменты осознал и по-новому переосмыслил для себя все, что происходило с ним во время воинской службы. Служба в армии для меня значила очень многое. Целенаправленно я хотел именно попасть во внутренние войска. Считаю эти войска одними из самых лучших в нашей стране. Я также очень горд и счастлив тем, что распределился и служил именно в этом батальоне. На самом деле ты начинаешь это ценить, когда ты уже уходишь. Я сейчас уже ухожу, попришелся со знаменем, и я по-настоящему начал ценить своих боевых товарищей и службу во внутренних войсках. А для этих ребят воинская служба только начинается. 140 юношей из Брестской области первыми в весеннем призыве отправятся на срочную службу. Впереди их ждет долгий и сложный, но очень важный жизненный этап, после которого они смогут сказать спасибо командиру и товарищам, получат ценные знания и новый опыт, окрепнут физически и морально, чтобы вернуться домой настоящими мужчинами. У меня сын такого же возраста призывного, и тоже в этом году только осенью пойдет в вооруженные силы. «Хотелось бы, чтобы они как можно быстрее адаптировались в своих воинских коллективах, как можно быстрее привыкли к самостоятельности, потому что жизнь дома, с мамой, это совсем другая жизнь. Многие вещи, которые на гражданке человек может и не увидеть никогда в жизни, здесь они встречаются. Ну и само прохождение службы в мужском коллективе, где с тобой рядом находятся такие же, как ты, кто-то чуть-чуть старше, кто-то чуть-чуть младше, кто-то более опытнее, кто-то с большим уровнем подготовки. Это достаточно такая хорошая, серьезная школа, где нормальный парень, человек может очень здорово закалиться, набраться опыта и по окончанию службы спокойно вступать в самостоятельную гражданскую жизнь». Весенняя призывная кампания закончится 31 мая. За это время порядка полутора тысяч новобранцев пополнят ряды воинских частей Республики Беларусь. А этим юношам повезло. Они будут служить в элитных подразделениях. «Пришла повестка, явился военкомат, прошел медкомиссию и поставили мне перед выбором, куда пойти. В Борисов в печи или в пятую бригаду специально, в Марину Горку. Я, конечно же, согласился и пошел в пятую бригаду, ведь, как по мне, это достойно и там свои есть плюсы». «Родом из города Барановичи, призвался в часть 35703. Думаю, буду проходить службу на автотранспорте. Иду с хорошим позитивным настроением, так как собираюсь набраться мужества, разобраться с своей головой, с мыслями и выйти оттуда настоящим мужчиной». «Закончил БГУ и магистратуру в БГУ на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Получил повестку в феврале, прошел медкомиссию и призвался. Я считаю, что служба в армии важна, потому что она воспитывает дух и тело». Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Армейская служба является своеобразным испытанием на силу воли и терпения, превращая парней в настоящих мужчин. Желаем новобранцам пройти все ступени службы достойно, а отслуживших поздравляем с демобилизацией. Сберегите и приумножьте все лучшее, что вы приобрели за срок службы. Это были «Итоги недели». Мы встретимся снова через 7 дней. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 546367. Не забывайте, канал Бук ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал YouTube. Я Виталий Матюшин. Желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин